МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Педагог начальных классов обвиняется в избиении девочки-инвалида. Несмотря на то, что учителя уволили по статье, суд восстановил ее в правах. Мама избитой девочки не согласна с приговором. Подробности далее. Ни извинений, ни со стороны ее и ее родных. Они считают, что они правы, что она имела право издеваться над ребенком. Причем мой ребенок, седьмой, в одном классе, седьмой ребенок, который пострадал. В этом году впервые 50 девушек приняли участие в военно-патриотических сборах Айбен. Какие сюрпризы ждали участников и гостей на церемонии открытия военно-патриотических сборов? Об этом через несколько минут. Более тысячи человек в Караганде ежемесячно добровольно сдают свою кровь, спасая при этом жизни других людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандал в элитной гимназии Балхаша. Мама ученицы 4-го класса обвиняет классного руководителя, дочери инвалида в рукоприкладстве и поборах. По ее словам, педагог ударила девочку по голове, после чего у девочки зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма. Служебное расследование, проведенное администрацией гимназии, доказало вину педагога. Ее уволили по статье. Однако суд ее оправдывает и восстанавливает на работе, так как она предоставила документ, что на день увольнения она находилась на больничном. Также суд обязал руководство учебного заведения выплатить педагогу около 2 миллионов тенге за вынужденные месяцы прогула. Потерпевшая сторона не согласна с приговором и написала встречный апелляционный иск. Мотивацией ее жестокого обращения как раз послужило те 20 тысяч, которые она незаконно собирала в школе на ремонт класса в вымогательной форме, о чем могут подтвердить и другие родители. На зима Дужжанова мама пострадавшей девочки рассказала в суде, с чего начались издевательства над ее ребенком. По ее словам, 11-летняя Дельнас была избита и унижена после отказа на зимы сдавать на ремонт класса 20 тысяч тенге. Вдобавок ко всему, педагог, по словам мамы, заставляла девочку-инвалида перетаскивать учебники всего класса с первого этажа на третий. При этом Батила и Дересова, так зовут учительницу, знала о инородной клипсе в сердце девочки и множество пороков дыхательных путей. Это не первый случай в нашем классе. Мой ребенок из 20 детей, седьмой, который пострадал от неадекватного и жестокого обращения с детьми. Седьмой. Факты рукоприкладства подтверждают руководство гимназии. Все выяснилось в ходе служебного расследования. Однако восстановленный судом педагог себя виноватой не считает. Она называет все обвинения клеветой, а мама девочки настаивает на наказании учительницы. Я не понимаю, что нужно случиться в школе такому, чтобы этого человека действительно осудили. Понимаете, здесь же тоже речь идет о безопасности детей. В защиту прав Дельнас встало Международное общественное объединение по правам человека. Любовь Байсалова – адвокат, предоставленный Душановой Международным бюро. В последнее время в Казахстане участились случаи, когда пресса показывает школы, где учителя, ненадлежащие, мягко говоря, преступно, исполняют свои обязанности по воспитанию нашего подрастающего поколения. И поэтому мне очень бы хотелось, чтобы просто был создан прецедент, и учителя задумались. Сама педагог Батила Едересова, за плечами которой 25-летний стаж, тоже была на суде. Она держалась уверенно и тщательно изучала судебные документы. От интервью женщина отказалась, называя все обвинения выдуманными. Судья решил вызвать на процесс эксперта, который смог бы прояснить, была ли у школьницы зафиксирована травма. Следующее заседание состоится 21 июня. Мамочки, родившие в день столицы, будут награждены. Об этом сообщил Акима области Нурмухамбет Абдебеков на совещании по вопросу подготовки к празднованию Дня Астаны. Также он выслушал доклады руководителей о предстоящей работе и поручил закончить подготовку до 2 июля. Подробности далее. Жители области отметят 18-летие Астаны с размахом. В регионе запланировано около 200 праздничных мероприятий, в том числе около 30 спортивных состязаний и выставок. В столицу запланировано 10 экскурсий. В ходе праздничных мероприятий традиционно будут награждены достойные труженики области. При организации для день мероприятий будет уделено внимание особое участие гражданцев Тарабиндинской области, строительстве Астаны. Честные первослоители Астаны. Лись, внесший значительный и весомый вклад в становление нашего региона. Согласно плану мероприятий, в области в праздничные дни будет проведено порядка 32 крупных спортивных мероприятий. Карагандинцев в праздничные дни ждет открытие торгово-развлекательного центра «Проспект» на Юго-Востоке. Будут организованы благотворительные акции для граждан из социально уязвимых категорий. Для них проведут бесплатные обеды, раздадут продовольственные корзины. Около 8,5 тысяч человек получат материальную помощь. На это из бюджета выделено 7 миллионов тенге. Охватить мероприятиями социально незащищенные категории населения. Необходимо организовать благотворительные акции, обеды, торжественные поздравления, концерты, утренники, конкурсы, выставки, рисунков и другие мероприятия. Глава региона поручил не забывать и о праздничном оформлении города. Все подготовительные работы должны быть закончены до 2 июля. Аймаврина Жакслаг Нуртай, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Сегодня состоялось открытие 2-го военно-патриотического сбора Айбан в Спаске. Для участия в сборах приехали команды из 16 городов и областей республики, в число которых вошли воспитанники военно-патриотических клубов, республиканских школ-интернатов, а также студенты военных кафедр высших учебных заведений. Всего запланировано участие 800 человек со всего Казахстана. А вот о том, как прошла церемония открытия нового сезона, вы узнаете из следующего материала. На церемонии открытия присутствовали Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба вооруженных сил РК, генерал-полковник Сакен Жасузаков, депутаты Мажелиса, а также летчик-космонавт, генерал-майор авиации Айдын Аймбетов, заместитель председателя КНБ РК, генерал-майор Дархан Дельманов и другие официальные лица. В своем приветственном слове глава региона отметил, что второй год в Карагандинской области оказаны доверие к подготовке и проведению республиканского военно-патриотического сбора. А каждому из участников выпала честь представлять свой край перед страной. А каждому из вас выпала высокая честь представлять свою область перед всей страной. Первый республиканский военно-патриотический сбор молодежи Айдон, проведенный в 2015 году, придал мощный импульс развитию казахстанского патриотизма, воспитанию казахстанской молодежи, как стратегического резерва вооруженных сил РК, будущих защитников Отечества. После поздравительной речи о Кимобласти состоялось торжественное поднятие флага. Этой чести удостоился Улан Саппар, воспитанник республиканской военной школы-интернат Караганды. Карагандинская команда была лучшей по итогам первого патриотического сбора молодежи Айбын-2015. Далее, с поздравительными словами, выступил первый заместитель министра обороны Сакенжа Сузаков. Я бы хотел сказать, что такие мероприятия должны сплачивать, наше общество, должны сплачивать нашу молодежь, особенно ребят, после тем более таких событий, которые произошли. И наши ребята должны показать, что мы вместе и мы можем решать задачи. Это будущее нашего государства. Поэтому Министерство обороны, конечно, как модератор этих мероприятий, предлагает максимум усилий. В церемонии открытия продолжили показательные выступления воинов спецназа, где были продемонстрированы приемы стрельбы из автомата, комплекс специальных силовых упражнений, рукопашный бой с оружием и без него. Затем выступила группа специального назначения по уничтожению террористов, захвативших автобус. Далее в бой вступили сухопутные войска, демонстрируя все возможные приемы защиты от противника. Огонь, артиллерии, взрывы, гранат, спецтехника, множество танков устроили настоящее сражение. В заключении в небе появляется авиация военно-воздушных сил РК, демонстрируя всю силу и мощь военной обороны нашей республики. После торжественной части мы решили узнать, какие впечатления у самих участников Айбэн-2016. Я на соревнованиях участвую первый год, сегодня только открытие. Думаю, в дальнейшем будет интересно, сложнее. Все лучшее впереди, думаю, еще. От соревнований, конечно, ждем первое место. Наша команда очень сильная, отбирали самых сильных и лучших. Отрадно видеть, что на сегодняшний день все больше и больше молодежи приобщается к почетному во все времена делу – защите Отечества. Впервые в этом году в составе команд военных кафедр, высших учебных заведений, в мероприятии примут участие более 50 девушек. В ходе полевых сборов пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта и предметам боевой подготовки, военизированные игры, а также основной акцент будет сделан на интеллектуальные конкурсы. Участники «Айбэнс» могут показать свои таланты не только в боевом искусстве, но и в творческую сторону своей личности, демонстрируя собственные корректкометражные фильмы. Сборы будут проходить с 13 по 18 июня 2016 года. А сердце Замбаева и Сламбекус Пан Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Сегодня Всемирный день донора крови, утвержденный в мае 2005 года на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Он не случайно проводится 14 июня. В этот день, в 1868 году, родился Карл Ланштейнер – австрийский врач, открывший группы крови человека и получивший в 1930 году Нобелевскую премию. В этом году тема Всемирного дня донора крови проходит под лозунгом «Поделись жизнью, сдай кровь». Подробности далее. Сегодня в Казахстане, как и во всем мире, Всемирный день донора крови. Этот день, прежде всего, дает возможность выразить благодарность тем людям, которые безвозмездно сдают свою кровь, даруя при этом самое драгоценное другим людям – их жизни. В нашей области ежегодно осуществляют кровосдачу от 9 до 11 тысяч граждан. 99% – безвозмездно. Благодаря этому областным центром крови производятся заготовки безопасных и качественных компонентов крови для 42 медицинских организаций. Более 3,5 тысяч пациентов ежегодно получают компоненты крови. Доза крови, взятая у одного человека, составляет от 350 до 400 граммов в зависимости от роста, веса и самочувствия. Процедура переливания занимает не более 12 минут, а вместе со всеми обследованиями – не более 40. По статистике, каждый третий житель Земли хотя бы раз в жизни нуждается в переливании компонентов и препаратов донорской крови. В нашей области очень много пациентов, которые ежедневно также нуждаются в переливании таких компонентов. В центре крови созданы комфортные условия для посещения доноров, новейшее оборудование, которое позволяет готовить высококачественные вирусобезопасные компоненты донорской крови. Более тысячи карагандинцев ежемесячно посещают областной центр крови и становятся донорами. По статистике, мужчины сдают кровь чаще, чем женщины, причем преимущественно в возрасте от 18 до 30 лет. Перед самой сдачей крови потенциальный донор проходит несколько стадий. Все начинается с регистрации, где данные личности проверяются по специальной базе. Следующий этап – это посещение лаборатории и сдача анализов, после чего человек отправляется к врачу на осмотр. Далее обязательно посещение кафетерия и только потом добро пожаловать в кабинет переливания крови. На ремонт Аксамбаев сдает кровь не первый раз. У меня кровь берут, но мне ничего не сказывается. Все я хорошо чувствую. Все нормально. Денис Коландей с тех пор, как попал в армию 20-летним юношей, начал сдавать кровь. И вот уже на протяжении 20 лет мужчина делает это регулярно. На его счету 85 переливаний крови, в общей сложности 25 литров. Сегодня мужчину наградили приятными подарками за вклад в развитие здравоохранения. Дача крови – это патриотизм в первую очередь. Я так думаю. Лично мое такое мнение. Не случайно мы в армии сдавали. Это, я считаю, служение своему народу прежде всего. Его надо популяризировать. Дачу крови надо популяризировать повсеместно и всеми возможными средствами. Чаще всего люди боятся сдавать кровь, опасаясь заразиться различными заболеваниями. Однако это лишь предрассудки. В центре крови используют стерильный одноразовый материал для каждого. К тому же у доноров есть и некоторые выгоды. Они бесплатно могут получить на руки результаты своих анализов. Вознаграждение в размере 0,25 от 1 МРП. И в соответствии с Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения два выходных дня после сдачи крови. Помните, ваша кровь может стать спасением чьей-то жизни. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Pharnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Выброс мусора в окружающую среду – серьезная проблема 21 века. 98% всех имеющихся отходов хоронится на полигонах. Министерство энергетики Республики Казахстан в целях обмена опытом в сфере внедрения раздельного сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов организовалось семинар-совещание на тему развития отрасли по управлению коммунальными отходами в Республике Казахстан. В Караганде проводится семинар-совещание на тему развития отрасли по управлению коммунальными отходами в Республике Казахстан. В рамках семинара эксперты представили казахстанский и международный опыт управления ТБО, кредитные возможности финансовых институтов и условия финансирования проектов. Также были обсуждены вопросы введения расширенных обязательств производителей на электронное и электрическое оборудование, упаковку, тару с целью стимулирования их утилизации в регионах. Цель у нас показать, что данная отрасль по переработке отходов существует у нас в Казахстане, развивается, но ей, конечно, нужна поддержка. Это должно быть полноправной отраслью. Пока Министерство инвестиций и развития нас не очень распознает как полноправную отрасль, которая имеет рабочие места, которая имеет свои предприятия. На семинар совещаний согласились, что, во-первых, нужно решить экологическую проблему, чтобы отходы, которые выбрасываются сегодня на полигон, не загрязняли окружающую среду. Во-вторых, проблему экономическую, чтобы благодаря вторичной переработке средства возвращать в экономику. Сделать это возможно, тогда как минимум в казну государства вернется около 60 миллиардов тенге. На сегодняшний день в Казахстане крупные заводы, перерабатывающие мусор, функционируют в Астане, Шимкенте и Талдыкургане. Но их должно быть намного больше. Так, к концу этого года организаторы данного мероприятия ставят цель выработать конкретный план действий. А с 2017 года надеются, что перерабатывающих заводов станет намного больше. Есть в Казахстане отрицательные примеры, но есть и много положительных примеров, как малыми деньгами люди доходят до переработки. Поэтому мы хотели не просто поговорить политически, о новом законе рассказать, но и провести семинар, показать те предприятия, где люди реально за небольшие деньги, за какое-то время, относительно небольшое, смогли встать на ноги и действительно пойти на переработку товара. Не просто сортировка или, допустим, сборы-продажи, а именно переработка. Участники семинара обменялись опытом развития бизнеса в сфере обращения с твердым бытовым мусором на региональном уровне, обсудили возможности реализации совместных проектов, привлечения инвестиций. Семинар позволил сформулировать площадку для налаживания сотрудничества между предприятиями, специализирующимися на транспортировке, сортировке и переработке мусора. Пригласили предприятия, которые могут возникновиться с этим примером. Я вас всех призываю максимально поучаствовать в этом разговоре. Участники семинара посетили предприятия Караганды и Тимиртау, успешно работающие по сортировке и переработке отходов. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Автозаправочные станции «Газоилпром» и Караганда терминал «Мунай» уличены в спекуляции. Владельцы заправок необоснованно завышали цены на ГСМ. Об этом сообщили в специализированном экономическом суде области. Искусственный скачок цен произошел в начале сентября. Реализаторы ГСМ завысили цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95, воспользовавшись тем, что правительство перестало их сдерживать. При этом у бизнесменов целая сеть заправок, в которых обслуживаются как горожане, так и жители области. Эти факты были выявлены в ходе проверки специалистов Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Каждого из нарушителей обязали выплатить штраф и незаконно полученный монопольный доход. В частности, ТО «Газоилпром» обязали выплатить штраф в размере 1,8 миллиона тенге и вернуть монопольный доход в размере 9,9 миллиона тенге. Другая компания, Караганда-терминал Мунай, должна вернуть 6,7 миллиона тенге и выплатить штраф в объеме 1 миллиона тенге. Следующая информация для мальчишек, девчонок, а также их родителей. Купания, веселые игры, спортивные соревнования, новые знакомства и яркие впечатления для ребенка. Все это обеспечит поездка в детский лагерь. Сегодня стартовал первый сезон в детском оздоровительном центре «Салют». Около 400 детей из 70 различных школ города отправились сегодня в приключения своей мечты. Централизованный отъезд состоялся от средней школы номер 83. Остальные подробности расскажет Екатерина Афанасьева. В летний период времени в городе функционирует немало пришкольных и профильных лагерей, целью которых является создание оптимальных условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Помимо этого, ежегодно организовываются лагеря в детский оздоровительный центр «Салют», расположенный в селе Асыл Бухаржираусского района. На территории детского центра находятся спортивные площадки, современный плавательный бассейн, благоустроенные корпусы для проживания и многое другое. Лагерь «Салют» функционирует уже пятый год. С каждым разом организаторы стараются придумать что-то новое и интересное. Этот год не исключение. В этом году в лагере запланировано много мероприятий, различных игр, кружков, направленных именно на национальный колорит. Менгелик Ель, Казахстан, 2050. В лагере работают много кружков разнообразных, футбол, баскетбол, также теннис, работает бассейн, хореографический кружок. В этом году будет четыре сезона. Первый начался сегодня, 14 июня, и продлится 10 дней. Программа не только, по словам организаторов, но и детей, очень насыщенная. Включает в себя дискотеки, конкурсы, эстафеты, викторины, игры, культурно-развлекательные мероприятия. В центре также работают различные кружки, занимаясь в которых ребята во время каникул смогут усовершенствовать и развить свои творческие способности. Лилия Кузнецова едет в лагерь Салют не первый раз. В этом году девочка хочет познакомиться с новыми друзьями и весело провести свое лето. Я уже третий год еду в Салют. Мне очень нравится Салют. Там есть бассейн, проводятся дискотеки, мероприятия. Добрые вожатые. Ежедневно ребятам предлагается шестиразовое питание, насыщенное овощами и фруктами. Огромное внимание уделяется безопасности. 24 часа в сутки работает медицинский пункт и круглосуточная охрана. В летний период в лагерь Салют планируется за 4 сезона отдыха охватить около 2000 детей. Путевку можно приобрести в школе искусств номер 2 клуб ЮНЕСКО по адресу улица Солнечная 2А. Екатерина Афанасьева Толли Ген Рашитов Александр Цирикидзе Первый Карагандинский. И еще об одном. Цирк приводит восторг не только детей, но и взрослых. Особенно если это интересный и веселый цирк. Именно таким предстал перед карагандинским зрителем Московский Манежный цирк, который выступает впервые в Казахстане. Наша съемочная группа не упустила возможности насладиться их выступлением и узнать что же все-таки творится за кулисами. Впервые на арене Казахстана выступают артисты Московского Манежного цирка Миллениум. Труппа состоит из 40 человек. Артисты подготовили уникальную программу с множеством сюрпризов. Данная цирковая программа существует около 25 лет, ежегодно радуя зрителей новыми номерами и трюками. 12 июня прошло первое представление Московского цирка для жителей шахтерской столицы. И нужно сказать прошло на ура. Был полный аншлаг, полный зал зрителей, ожидающих новых чудес. Цирковое шоу прошло как настоящее театральное представление. Зажигательные танцы, множество номеров с участием животных, а также были представлены чудеса эквилибристики и завораживающие выступления акробатов. Даже во время гастролей артисты не перестают тренироваться и отрабатывать номера до совершенства. Мы уделяем тренировкам абсолютно каждый день, так сказать, потому что это очень опасно, чтобы с формы не выходить каждый день. Буланов Игорь никогда не думал выступать на арене цирка. Занимался спортивной гимнастикой с детства. Когда предложили работу в цирке, долго не соглашался, но все же решил поменять жизнь кардинальна и уже лет пять на арене радует зрителей. Работает в группе акробатов, выполняя один из сложнейших трюков – двойные и тройные сальто. В группе уже более десяти лет. Состав группы часто меняется, но всегда работаем в согласии, утверждает Игорь Буланов. Их номера называются «Русские качели» под руководством Александра Чабана. Задача цирковых артистов не так проста, как кажется. Нужно создать номер так, чтобы завоевать сердца публики. Но самую большую радость приносит детишкам выступления клоунов и животных. Анастасия Хохрякова работает в цирке около десяти лет, дрессирует медведей. Говорит, что это не так уж и трудно. Главное – правильно воспитать их с раннего возраста. К подготовке номера подходят со всей серьезностью и уделяют тренировкам каждый день по три часа. Расскажите, пожалуйста, как проходят ваши тренировки перед выступлением. Наши тренировки проходят встаем, мы их, может быть, будем, потом ведем в манеж и просто начинаем заниматься спокойно, не кричим о них, потому что это же животные. А трудно лучше учить команды? Они же теперь знают, что такое встать, сесть, делать. Ну, конечно, они все делают за вкусняшку. То есть, если нет вкусняшки, они, конечно, будут делать, но не с такой охоткой. А вот бывали такие вот случаи, что не слушается, бывает, капризничает или, наоборот, капризничает на себя ведет? Конечно, бывают такие случаи, но это же живой медведь. Они как люди. Если есть настроение, он будет работать, нет настроения, они будут работать. Чтобы показать карагандинскому зрителю самое лучшее, артисты ежедневно тренируются. Радость от встреч получают и артисты, и зрители. А мы напоминаем, что цирковая труппа пробудет в Караганде до 26 июня. Билеты на шоу можно приобрести любой желающий по приемлемой цене от полутора до четырех тысяч тенге. Кроме того, при покупке одного билета в подарок вы получаете два билета в детский развлекательный комплекс «Бегапарк». А еще на каждом выступлении будут разыгрываться ценные призы. Кассы работают с 10 до 20 часов ежедневно. Астер Созамбаева, Исламбекоспан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин